Дружный коллектив Геоанергетики.Инфо принял героическое решение восстановить регулярные обзоры деятельности Росатома. Причина, на мой взгляд, вполне очевидна. Атомная энергетика на день сегодняшнего является вершиной развития энергетической отрасли с научно-технической точки зрения. Развитие атомной технологии требует развития не только конструкторских и инженерных решений. Это развитие принципиально невозможно без развития науки, конкретно физики. Физики атомной и ядерной физики, ускорители физики сверхсильных полей элементарных частиц, изучение свойств загадочных нейтрино-радиофизики, сверхпроводимости, список необходимых направлений просто огромен. Атомная технология требует развития химии, химии особо чистых веществ, самых разных сплавов, химии редких и редкоземельных металлов. Обе науки рабочие инструменты атомной обрасли. Любые теоретические исследования требуют экспериментального подтверждения. Потому деятельность нашей атомной корпорации вот уже почти 80 лет воплощает идею физико-технических институтов, предложенную академиком Абрамом Иоффи. Разработал новую теорию? Молодец. А теперь закатай рукава и собери экспериментальную станок, которая ее докажет на опытах. Не перепоручи специально обученным людям. Сам придумал, сам и доведи до логического завершения. Этот подход в полной мере позволяет насладиться обратным эффектом. Новое научное открытие просто требует развития технологий, напрямую с атомной энергетикой, не всегда связанная. В советские времена, какими бы удивительными они с современной точки зрения нам не казались, такую побочную научную продукцию уверенно складывали под сукно. Не до того было во время гонки ядерных вооружений. Изучили свойства лития по полной? Хорошо. Но пока все, что не касается изотопа лития-7 на полку. Термоядерное оружие важнее. Это просто пример. Не хочется сразу идти в подробности. Но вот те самые газовые центрифуги. Никто ведь не запрещает при их помощи обогащать только уран. А полезных для медицины изотопов других химических элементов просто пруд пруди. Ну и так далее и тому подобное. Мы обязательно попробуем разобраться, откуда конкретно выстреливают из Росатома новые и новые направления бизнеса. Не менее интересен Росатом из другой стороны. Он остается полностью государственной корпорацией. Не компанией, а именно корпорацией. Принципиально отличие от тех же «Газпрома» с Роснефтью, у Росатома не было и нет никакого IPO ввиду отсутствия акций как таковых. В результате в деятельности Росатома нет никакой биржевой, читать как спекулятивной, составляющей. Росатом едва ли не единственное в России живое воплощение антилиберальной экономической идеологии. Он не просто находится в государственной собственности. Росатом сохранил с советских времен властную вертикаль практически без изменений. С чьими именами у нас прежде всего ассоциируется расцвет отечественного атомного проекта? Три имени. Сталин, не хочу перечитать его и титуловой должности, высшее должностное лицо страны. Берия, руководитель спецкомитета, напрямую без всяких бюрократов, подчинявшихся исключительно Сталину. Курчатов, руководитель научно-технического направления, создатель научных коллективов, отвечавших за конкретные участки огромного проекта. Разумеется, творцов атомного проекта десятки и сотни талантливейших людей, но первыми в память всплывают именно эти три имени. В нашей современной России есть только две государственные корпорации, которые напрямую подчиняются президенту страны. Роскосмос и Росатом. А если заглянуть в устав Росатом, то обнаруживаешь, что высшим исполнительным органом корпорации является его генеральный директор. Не нечто коллегиальное, совет директоров, собрание акционеров, президиум, комитет, а совершенно конкретная физическая персона в количестве одна штука. Утверждается указом президента, отчитывается перед президентом, снимается с должности президентом. Где современный Курчатов? Интересный вопрос, ответ на который отсутствует. Почему? Так ведь имя Игоря Васильевича общественность стала известна куда как нескоро. Это совершенно нормально, поскольку ядерно-оружейный комплекс Росатома никуда не делся и не денется. А этот комплекс обходится без KPI и без CV. И вот этот динозавр, осколок Советской империи, в наши дни конкурирует со всем, что успел породить разлюбезный либеральный капитализм. С пресловутыми эффективными частными собственниками, с государственными компаниями, подчиненными коллегиальному Росимуществу и правительству, с малыми и средними предпринимателей, которые галантерейщик и кардинал спасают Россию. Итоги этой конкуренции хорошо известны, хотя по каким-то необъяснимым причинам о них очень нечасто вспоминают большие телевизоры и федеральные СМИ. Как только правительство упирается в непроходимый тупик, появляется Росатом. Встроили самолет, иностранцы обидели с крыльями. Росатом тут же подоткнул своими композитными материалами. Хотели развивать северно-морской путь двумя ключами, где вторым было Министерство транспорта. Грузовые суда намертво вмерзли в лед. Пришлось согласиться с тем, что в водах Арктики эффективным менеджерам просто не место. Придумали мусорную реформу, в которую никак не получалось вписать проблему отходов первого и второго класса опасности. Тех, которые матушка природы переработать просто не в силах или способна сделать это лет так за 50-60. Проблемы повесили на Росатом. Тот крякнул и поволок новый ВОЗ. Да, не скрываю, а я пристрастен. Но для меня каждый новый успех Росатома является наглядным доказательством слов, сказанных президентом России летом 2021 года. Капитализм в его нынешней форме изжил себя. Слушаешь президента, получаешь теоретический посыл. Смотришь на работу Росатома, наблюдаешь экспериментальное подтверждение. Все, как и предлагал академик Йоффи, который вовсе не только про коньяк и кофе. Мне кажется, что перечисленного вполне достаточно для того, чтобы анализ новости о деятельности Росатома были постоянными рубриками нашего канала. Однако, прежде чем помчаться по новостной повестке, я уверен, что стоит провести предварительную подготовку. Большие СМИ ведь не балуют нас попытками пояснить, что такое Росатом с организационной точки зрения. Для них, и следовательно для нас, корпорация стала черным ящиком, из которого выпрыгивают информация о событиях и только о событиях. А кто, как и что делал для того, чтобы эти новости появились, то нам неведомо. Уверен, что отсутствие любопытства – смертный грех, честно случайно не зафиксировано в известных скрижалях, которые простить можно только с учетом того, что у каждого из нас своих забот и хлопот выше головы. Но, представляя себе, что я ничего про Росатом не знаю, кроме того, что публикуют большие СМИ и федеральные телевизоры, подозреваю, что точно бы удивился. Вот генеральный директор Росатома участвует в подписании обязывающего договора на строительство атомной станции малой мощности в Ташкенте. Вот он же на площадке Красного Бора разбирается с опасными химическими отходами. Вот новости об урановых хвостах в бывших республиках Средней Азии. Рядом фотографии ледоколов во льдах Арктики. Следом – пара слов о проекте «Малый ГЭС» в горах Киргизии. О новых видах радиофармпрепаратов для ядерной медицины. О строительстве завода по производству литий-ионных аккумуляторов. Вот тут новости о строящемся ускорителе под Новосибирском, в котором освоили производство новой модификации ядерного топлива. Под Томском строят новейший ядерный энергокомплекс четвертого поколения и одновременно добывают титановую руду, которая необходима для 3D-принтера, опечатающего металлические детали, потому что они нужны для производства композитных материалов, а то без них самолет не летает. В то время как над Севмор путем уже парит в космосе второй специализированный спутник. Каким таким образом во всем перечисленном виновата ровно одна корпорация, которая у нас государственная, то есть, если верить дятлам либеральных экономических теорий, медлительная, инерционная и неэффективная. Почему поток новостей настолько плотный? Из-за того, что в контре Росатома каждое подразделение работает исключительно по собственной инициативе, по собственным планам, или же потому, что вся работа самым тщательным образом скоординирована? Мне кажется, что информация о том, как выглядит структура Росатома, необходима, пусть даже в минимальном объеме. Иначе структура мозга, пытающегося охватить атомные новости, рискует закипеть. Предлагаю хотя бы попробовать, хотя бы в самых общих чертах разобраться, из каких кирпичиков построено нынешнее здание Росатома, заодно припомнив, когда и по каким причинам они явились на свет. Для начала, в режиме капитана очевидность. Отечественный атомный проект воплотился в железе во многом потому, что вначале он появился на кончике пера. Не было бы в нашей стране в наличии огромной фундаментальной научной базы, не было бы у нас и атомного проекта в двух его ипостасях, одна из которых исключительно мирная, а другая не очень. Ну или очень не. Тут как посмотреть. Научная дивизион Росатома – это всего 10 институтов, но одних наименований которых достаточно для того, чтобы увидеть всю историю нашего отечественного атомного проекта. Для этого достаточно расположить эти НИИ в списке не по алфавиту, а в хронологическом порядке. И картина, что называется, заиграет. Не исключаю, что мне сегодня вот просто не хватит времени для того, чтобы пробежаться по всей структуре Росатома. Но на этом десятке НИИ нельзя ни о ней остановиться подробно. Без них Росатома просто и не было бы. Министерство среднего машиностроения, спецкомитет, конечно, вышли из солдатской шинели, но вышли в академической шапочке на голове. В России с Академией наук, с высокой наукой, скажем так, по-разному. То есть у государства конкретные интересы и находятся возможности для финансирования, то вдруг все наоборот. Поэтому стоит отдать должное Росатому. Свои ведущие НИИ корпорация поддерживала во все времена. Не только из-за уважения к собственным прорывителям, но и понимая то, что без них дальнейшее развитие, если и будет идти, то только через пень-колоду. Сохранить удалось все. Во многом благодаря тому, что внутри корпорации путь от научных изысканий до промышленного внедрения минимален. Специалисты этой десятки институтов точно знают, в чьи руки передавать свои наработки. Подразделения Росатома точно знают, кому обращаться за помощью. То и другое происходит без тендеров и прочих бюрократических красот. А результат нам известен. Да и не только нам. Ситуация вокруг России непроста. Но с тем, что Росатом опережает ближайших конкурентов лет так на 10-15, никто в мире спорить и не собирается. Полный консенсус, понимаешь. Радиоинститут. 1922 года рождения. На сегодня единственное подразделение Росатома, чей возраст перевалил за вековую отметку. Колыбель атомной науки. Исток. Начало. Начал. Дечи Владимира Вернадского, Виталия Хлопина и молодой страны Советов, которая умудрилась в разрухе после гражданской войны не забудь о фундаментальной науке. На сегодня Радиоинститут – это научное сопровождение всего, что связано с переработкой облученного ядерного топлива и с уборкой радиационно поврежденных территорий и грунтов. Почти десятилетия спустя, в 1931 году, был создан ГИРЕДМЕД – государственный институт редких и малых металлов. Таково его полное название в ту пору. Его научная работа и сегодня соответствует говорящему названию. Разработка новых материалов на основании редких металлов, их соединений и сплавов, выскочистых веществ, полупроводниковых материалов, наноматериалов и нанотехнологий. Из числа тех, что на слуху, научное сопровождение металлоионных накопителей и все, что связано с водородной программой. Радиоинститут и ГИРЕДМЕД – это те два научных института, которые работали до создания спецкомитета, до появления лаборатории номер два, на плечах которых, в общем-то, то и другое прибыло в нашу реальность. Спецкомитет был создан, как, надеюсь, все помнят, в 1945 году. А годом позже, в 1946 году, в Обнинске появилась лаборатория В, которую с 1966 года мы знаем как физико-энергетический институт. Вот тут даже и не знаю, что сказать. Первая атомная электростанция, реакторы на жидкометаллических носителях, реакторы для нашего подводного флота, реакторы быстрые, реакторы для космических аппаратов и далее по списку. Две передачи на нашем канале ФИИ уже были, и я все еще надеюсь, что хоть кто-то попросит продолжение. Легендарный институт этого точно заслуживает. В том же 1946 году, в славном городе Подольске, появился еще один почтовый ящик, названия которого менялись регулярно. Опытная установка ГИРИТ-БЕТА. Подольский опытный завод. НИИ ТВЭЛ. Научно-производственное объединение. Проектный научно-исследовательский технический институт. Пока в 1989 году не появилось название уже современное. Научно-производственное объединение. ЛУЧ. Вот тут даже не знаю, как бы покороче сформулировать-то. Разработка и обеспечение предприятия Росатома тепловыделяющими элементами и сборки для различных ядерных энергодвигательных установок и разработки по некоторым тематически близким направлениям. Красиво получилось. Ядерное топливо для некоторых различных ядерных двигателей. Ну, к примеру, шарообразная ТВЭЛа для реакторов с гелевым охлаждением. В 1951 год постановлением Совета Министров СССР был создан НИИ номер 10. Сегодня носящий название ВНИИХТ, ведущий НИИ химических технологий. По названию ведь несложно догадаться, что именно в этом институте разработаны все технологии переработки урановых руд. Рудники и карьеры, кучное и подземное вычелачивание. Все из отсюда. Ну, а потом Остапа понесло. Здесь разрабатываются технологии переработки руд и получения лития, циркония, гафния, тантала, ниобия, бериллия и всех 17 редкоземельных металлов. Кто сказал «Здравствуйте, литий-ионно-Б3?» Послышалось, наверное. Как и то, что именно специалисты ВНИИХТ и ГИРИДМЕТА подготовили к промышленному внедрению технологию переработки этих же аккумуляторов. Годом позже в городе Троицке была создана магнитная лаборатория Института физических проблем. Ни о чем не говорит. В 1957 году это была уже отдельная магнитная лаборатория Академии наук СССР. Опять никто не догадался. Магниты и атомная энергетика связаны через привычную идиому тороидальная камера с магнитными катушками. В просторечии это КАМАК, она же термоядерный реактор. Современное название ТРИНИТИ. Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований. Мне тоже не нравятся все эти инновации с компетенциями, но уж как назвали, так назвали, ничего не поделаешь. ТРИНИТИ – это научное и экспериментальное сопровождение всего, что связано с освоением УТС – управляемого термоядерного синтеза. И присмотритесь внимательно к дате создания лаборатории выросшей до уровня отдельного научного института 1952 год. Напомню, что первая атомная бомба с ядерным осудителем, так называемая «слойка», она же РДС-56С, была взорвана 12 августа 1953 года. Пик ядерного происхождения со штатами. Военно-промышленный комплекс страны еще только-только набирает разгон для серийного производства ядерных боезарядов. Но уже тогда были начаты первые этапы освоения термоядерного синтеза. И как-то вот без окупаемости инвестиций, демпфирующих механизмов и ставки рефинансирования не прибыли ради науки для. Такое вот было время. В 1954 году первую электроэнергию в единую энергетическую систему СССР выдала первая АЭС в Обнинске. Я уже касался этой темы, но на всякий случай напомню. Первая АЭС стала волевым выбором Игоря Васильевича Курчатова из трех перспективных проектов атомных реакторов для подводных лодок. В Обнинске в лаборатории В одновременно шла работа над реакторами трех разных типов – уранографитовым, водоводяным и реактором с бирилевым отражателем. В 1949 году в лаборатории ААССР номер 3, бывшем Институте теоретической экспериментальной физики, нынешнем Курчатовском комплексе теоретической экспериментальной физики, был запущен первый советский тяжеловодный реактор. С начала 50-х в Обнинске шли работы над созданием реакторов быстрых, реакторов для космических аппаратов и даже для самолетов. В общем, идея и напрашивалась. В этом творческом порыве десятков и сотен физиков требовалось хотя бы маломальских порядок. И в 1956 году в Димитровграде началось создание опытной станции, которая в 1959 году была реорганизована в новый научный центр с говорящим названием НИИ-АР, НИИ атомных реакторов. На сегодня действующих исследовательских реакторов на площадках института 6 штучек. На быстрых нейтронах БОР-60, бассейновые реакторы РБТ-6 и РБТ-10, кипящий реактор ВК-50, высокопоточный реактор СМ и петлевой МИР. А еще строится новый МБИР. Рассказывать можно о каждом, но не сегодня. Сегодня важно запомнить, что именно здесь, в НИИ-АР проверяют все придумки наших физиков по всем новым видам ядерного топлива, по новым конструкторским решениям, по новым материалам для реакторов и далее по списку. Такого парка исследовательских реакторов на планете больше нет, а возможности имеющиеся у специалистов института позволяют отрабатывать все технологии, связанные с получением и будущим промышленным производством генераторных радионуклидов, перспективным в ядерной медицине, в сельском хозяйстве, в научных исследованиях. Не, не выдержу. Хотя бы часть списка, которая звучит как музыка. Препараты Плутония-242, Америция-243, Кюрия-244 и Кюрия-248, Берклия-249, Калифорния-249 и Калифорния-252. Это все трансплутоневые элементы, которые производят в Димитровграде. Жаль, что никому из вас, уважаемые зрители и слушатели, эта тема совершенно не интересна. Вот просто очень жаль. Тем более, что это ведь далеко не полный перечень. Комментарии с привычным Борисом Неправ приветствуются. Начало 50-х годов для отечественной атомной физики можно вполне уверенно называть ее «золотым веком». Временем, когда в эту отрасль науки шли молодые и дерзкие, фонтанирующие идеями, которые и сейчас кажутся чем-то фантастическим. Удивительных историй, невероятных биографий и талантливших людей, можно написать тысячи. Но сегодня только об одной из таких вот историй. В 1949 году, сразу после окончания физфака МГУ, в Обнинск по приглашению Дмитрия Блохинсова прибыл Игорь Ильич Бондаренко, а годом позже, после Московского энергетического института, Виктор Яковлевич Пупко. В лаборатории В они попали в теплые руки Александра Липунского, под руководством которого оба молодых до ранних с головой ушли в работу по расчетам реактора на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем. Из воспоминания Виктора Пупко. Я, сгружившись с Игорем Бондаренко, попал под обаяние его личности. Бондаренко болел космосом и увлек меня фантастическими идеями. Однажды мы поспорили друг с другом, можно ли сделать ракету с ядерным двигателем. Замечу, что спор произошел за шесть лет до первого космического полета. Нормально? Да вполне. Молодым ученым на тот момент по 25 лет от роду было. По собственной инициативе, свободное от основной работы время, то есть по вечерам и по ночам, все как положено. Результатом работы двух энтузиастов стал, однако, отнюдь не научно-фантастический роман или там повесть, а расчетная оценка гомогенного уранографитового реактора для ракеты с использованием водорода в качестве рабочего тела. Год на дворе был. В 1951 году Лейпунский оценил сразу Сергей Павлович Королев чуть позже и в результате в лаборатории В был создан сектор номер 5 для разработок космических, энергетических и ядерных установок. В 1956 году на основе предложения лаборатории В вышло постановление правительства СССР по созданию проекта ядерного ракетного двигателя с малогабаритным высокотембраторным реактором. В том же 1956 совет министров обязал Министерство среднего машиностроения организовать выпуск керамических тепловыделяющих элементов для такого реактора и построить в поселке Тураево, чуть позже поселок влился внутрь границ городского поселения Латкарена в Московской области, стенд для испытания малогабаритного керамического реактора. Первое название новой лаборатории ИЛВАР и исследовательская лаборатория высокотемпературных атомных реакторов. К сожалению, в дальнейшем это, на мой взгляд, перспективное направление свернули, но научный коллектив уже имелся и на базе ИЛВАР в 1960 году была создана лаборатория измерительных приборов, которая в 1972 году доросла до уровня НИИП, НИИ приборов. Приборы, необходимые в атомной энергетике во всех направлениях ее развития, должны иметь элементную базу, выдерживающую мощные потоки ионизирующих излучений. Это направление было и остается основным для НИИП. Наш атомной проект начинался на уран графитовых реакторов. Они оптимальны для наработки оружейного плутония. Химически чистые, то есть 99,999% чистоты графит, который использовался в качестве замедлителя на промышленных реакторах, это был вызов и для науки, и для промышленности. Обидно, что об этом теперь не часто вспоминают. Наверное, просто потому, что какой-то там графит, это скучно. Никаких тут ядерных реакций. Но, как ни крути, простой карандаш имеет самые прямые родственные связи со всеми реакторами, которые обеспечили нам ядерный паритет с главными демократизаторами планеты. Сейчас эти промышленные реакторы остановлены и поэтапно выводятся из эксплуатации. Международное соглашение об этом подписано и действует. Но произошло это относительно недавно. Во всяком случае, куда как позже, чем специалистам Минсредмаша потребовались еще более глубокие знания о свойствах графита. В 1964 году Курчатовский институт и НИИ-8, нынешний научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Николая Дележаря, приступили к реализации проекта Б-190. Разработке и созданию реакторов РБМК, реакторов большой мощности канальных. Как складывалась их история, омращенная трагедией на Чернобыльской АЭСа – отдельная грусть и печаль. Конечный результат на сегодня, к сожалению, хорошо известен. Эта технология просто закрыта и развиваться не будет. Причин для этого, в общем-то, было две. Не только страшная авария 1986 года, но еще и то, что теоретически, энергетически реакторы РБМК-1000 возможно модернизировать в, так скажем, исходное состояние, добиться того, что на них получится нарабатывать тот самый оружейный плутоник. Вот только, глядящее на развеселую обстановку вокруг России, на талантливых, гениальных политиков, стоящих у руля в Штатах и в Европе, я время от времени, когда никто не винит и не слышит, сам себе задаю вопрос. А точно-точно нам не потребуется РБМК в такой ипостаси? Не дай бог, конечно. Впрочем, с такой философией как-то будет потом, а сегодня можно просто констатировать. Проект Б-190 Минсредмашу вполне удался, в том числе и потому, что еще в 1960 году был создан НИИ графит. Главная задача института – максимально глубокое исследование свойства графита. Но это простыми словами. Официально все звучало куда-то сложнее. Всестороннее изучение и разработка специальных видов углеродных материалов и изделий из них, внедрение их в серийное производство. Товарищи ученые решили все задачи, необходимые для реализации проекта Б-190, но на этом мы не думали останавливаться. Искусственные графиты, графиты силицированные, углеродокерамические, графитопласты, стеклоуглерод, пирографиты, пироуглерод и металлоуглеродные композиционные материалы – все это уже имело место быть к середине 70-х. Этот огромный задел в наши дни используется, что называется, по полной программе. НИИ графит и есть родоначальник всей композитной программы Росатома. От припрегов через волокна и ткани до композиционных материалов для теплонагруженных деталей и авиационных двигателей. Крылья для самолетов, лопасти для ветротурбины далее по списку, количество предприятий, занимающихся отдельными направлениями, создание и применение композиционных материалов у Росатома перевалило за три десятка. Самый юный институт в составе научного дивизиона – ИРМ – Институт реакторных материалов. Датой его создания считается физический пуск специализированного исследовательского реактора ИВВ-2, исследовательского ввода водяного. Он состоялся 23 апреля 1966 года. Наименование института на тот момент было простенькое – Свердловский физико-технический институт. Местонахождение – площадка на тот момент только что запущенного первого блока – Белоярская атомная электростанция, город Заречник. На всякий случай, первый энергоблок этой атомной электростанции – реактор АМБ-100, атом мирный, большой, электрической мощностью 100 МВт. Сейчас, конечно, звучит крайне необычно, поскольку по меркам МАГАТЭ у нас ведь атомная станция малой мощности – это до 300 МВт. Но в начале 60-х, когда в Никеет приступили к его проектированию, такое название было совершенно оправданно. Он был эволюционным развитием первой АЭС с ее 5 МВт электрической мощностью. Ну а исследовательский реактор ИВВ-2 был задуман для развития нейтронных методов исследования материалов, для изучения того, что происходит со всевозможными конструкционными материалами под воздействием пучков нейтронов, для изучения того, что происходит с этими материалами после реальной эксплуатации в активных зонах реакторов. Задачи чрезвычайно важны. ИРМ обеспечивает безопасность работы атомных реакторов, поскольку в них используются только те материалы и сплавы, которые обладают максимальной радиационно-коррозионной стойкостью. Разумеется, все рассказано не более, чем общее знакомство, но оно мне кажется совершенно необходимым. Без такого вот обзора именно научного дивизиона Росатома понять, что наблюдаемый нами в режиме онлайн взрывной темп развития нашей атомной корпорации невозможно. Нет в этом никакого волшебства или внезапности. За каждым направлением деятельности Росатома огромный объем научных исследований, которые велись и ведутся десятки лет. То, что руководство корпорации научилось максимально быстро переводить исследования от стадии научно-исследовательских работ, НИР, к стадии НИОКР, научно-исследовательских обноконструкторских работ, от создания демонстрационных образцов оборудования к их промышленному производству и внедрению на свои многочисленные предприятия, это отдельная наука. И нам всем остается только радоваться тому, что она освоена в полной мере. Давайте еще разок взглянем на перечень основных ведущих главных научных институтов Росатома. Просто для закрепления. Еще потому, что я очень надеюсь, что в комментариях к этому ролику услышу и увижу пожелание продолжить его влубить. Вроде бы достаточно толстый мектон, не так ли? Институтов, как видите, ровно 10 штук. Направление исследований просто огромное количество. Но это совершенно не мешает работать в координации и взаимодействии. Никто локтябрь не толкается, напротив, идет взаимная помощь и, соответственно, взаимообогащение идеями. Перекрестное опыление. Сформировано три блока. Для каждого из них определены основные цели и приоритетные задачи. Физико-энергетический блок. Это НИИ-АР, ИРМ, ФИИ и ЛУЧ. Научно-исследовательский институт атомных реакторов, институт реакторных материалов, физико-энергетический институт и научно-производственное объединение ЛУЧ. И это, конечно, реакторная и изотопная технологии, прикладная и ядерная медицина, неядерная технология, база исследовательских реакторов и горящие камеры, а также испытательная внереакторная база. Изящная такая формулировка, в которую господа атомщики упрятали реакторные сборки, ускорители всех типов, такомаки, химические лаборатории. Звучит лаконично, хотя рассказывать обо всем этом хозяйстве можно часами. Электрофизический блок – это Тринити и НИИП, научно-исследовательский институт приборов. Основные направления и задачи – плазменные, лазерные, лучевые технологии, разработка и производство оборудования для ядерной медицины, разработка и создание высокотемпературных сверхпроводников, научная работа в области радиационной стойкости всевозможной радиоэлектронной аппаратуры, а также разработка и производство оборудования для обнаружения и контроля радиоактивных и взрывчатых веществ. И третий блок – химико-технологический, в составе которого в НИИХТ ведущий НИИ химической технологии ГИРИДМЕД, радиоинститут и НИИ Графит. Тут список задач едва ли не самый обширный. Создание новых материалов на основе редких и редкоземельных металлов, создание и развитие химических технологий урановых и редкометальных групп, получение ядерно-чистых конструкционных материалов, сверхчистых веществ, полупроводниковых, традиционно-стойких материалов, те самые нанотехнологии и наноматериалы, над которыми так старательно издевался Анатолий Чубайс. Его в России больше нет, работа по нанотехнологиям есть и вовсю продолжаются. И да, на всякий случай, я не оговорился, когда сказал, что в научном дивизионе Росатома только его ведущие НИИ, которые работают, так скажем, для всей корпорации. Внутри отдельных дивизионов Росатома научных институтов куда как больше, но они куда как более узкоспециализированы. Самые глубокие, фундаментальные научные исследования здесь, в научном дивизионе корпорации, специалисты которого помогают с научным сопровождением и руководством исследований в более узкоспециализированных институтах – научных, проектных, конструкторских. И, конечно, дает честное комсомольское. Дальнейший обзор структурного построения Росатома таким подробным уже не будет. Предлагаю считать, что в этой передаче кости мы вырастили, с мясом будет куда как проще и быстрее. Ну, по крайней мере, до той поры, пока не появятся ваши комментарии с пожеланиями о том, что уже показалось или покажется интересным для вашего внимания. А на сегодня все, и всем всего самого доброго!